Приветствую всех любителей фигурного катания. В ближайшие минуты о главных событиях дня. В мире фигурного катания снова неспокойно, но обо всем по порядку. Мы уже знаем, что Александра Трусова пропустит этап Гран-при в Японии и не попадет в финал серии. Вот что об этом сказала двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая. Финал Гран-при не является каким-то очень важным стартом, тем более в олимпийском сезоне. Финал Гран-при всегда был коммерческим турниром, на который было престижно попасть. Но когда речь идет об олимпийских играх, то все подходят к подготовке к турниру, иногда чем-то жертвуя. Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган прокомментировал ситуацию со снятием Александры Трусовой. Прежде всего хотел бы уточнить формулировку, Саша не снялась с этапа, а пропускает его по настоятельной рекомендации врачей. Все эти рекомендации согласованы с Федерацией фигурного катания и мы вместе решили, что для Трусовой первостепенно восстановиться и спокойно готовиться к чемпионату России с тем, чтобы отобраться на Олимпийские игры, сказал Коган. Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгаус рассказал о травме, из-за которой Александра пропускает этап. У Саши болит нога. К сожалению, меня две недели не было в Москве, поэтому более точно может ответить Сергей Викторович Дудаков. Мы на связи, но более конкретно по ее ноге я не могу ничего сказать. Перед тем как продолжить призываю вас не пожалеть пару секунд своего времени и поставить лайк этому ролику, а если еще не подписаны на канал, то добро пожаловать. Большое вам спасибо. Также Глейхенгаус рассказал о трудностях чемпионки Европы Алены Косторной с тренировочным процессом. Вот что сказал Даниил, Алена выложила очень добрый душевный пост, где поблагодарила нас за работу с ней. Если бы это еще больше, скажем так, прокладывалось не в благодарности в инстаграме, а в тренировочном процессе. Нам не нужна от нее благодарность, наша задача помочь ей достичь ее максимума. И когда у нас это получится, она покажет себя во всей красе. На данный момент это не ее максимум. Думаю, все это понимают. Хореографа попросили уточнить значит ли это что у Алены что-то не так с тренировочным процессом. Глейхенгаус сказал, что количество прокатов не соответствует остальным спортсменам в группе. А на вопрос, почему так происходит, он сказал следующее. Это вам ответит сама Алена, я не могу ей влезть в голову и добавил. Надо разбираться ей самой в себе. Люди все разные, не все мы можем каждый день делать одно и то же и отключать свои эмоции, работать на повторение. Делать одно и то же. Одно и то же, в этом и есть сложность нашего спорта. Выйти на соревнования в красивом платье, порадовать публику и прокатать для нее один раз, это для них праздник. А вот каждый день это делать на тренировках, вот что самое сложное. Глейхенгаус считает, что результат, который Алена показала в Канаде закономерен и логичен, но они хотят не этого. Потому что тренеры разговаривали с фигуристкой о том, что нужно катать два акселя в произвольной программе, а не надеяться на один. Также Даниил считает, что компоненты у Алены просели по причине того, что она не до конца доделывает хореографию и связки. Не в полную силу все это делает, потому что понимает, что больше сил она потратить на это не может, чтобы доехать до конца программы и сделать все прыжки, — сказал Глейхенгаус. После этого, средства массовой информации запестрили заголовками, что Алена Косторная удалила пост в Инстаграме, в котором благодарила тренеров и болельщиков за поддержку после третьего места на этапе Гран-при и в Канаде. Вот что написала Алена 31 октября, хочу сказать огромное спасибо моим тренерам Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу, всей команде Тутберидзе, за то, что не отворачиваются от меня после всего, что я местами себе позволяю. Сейчас этого поста в Инстаграме Косторной нет. Серебряный призер Олимпиады 1998 года в танцах на льду Олег Овсяников поделился мнением о готовности российских танцевальных дуэтов. Честно скажу, меня серьезно напрягает ситуация в танцах. Степанова и Букин порадовали, выступили неплохо. Есть над чем работать, но программы хорошие, интересные. Даже не знаю, вернутся ли все наши пары к чемпионату России. Хочется надеяться, но конечно всем желаю выздороветь, восстановиться, и Тиффани Загорский с Джонатаном Гурейра, и Вики Синицыной с Никитой Кацалаповым вернутся. Но прогноз на Олимпиаду дать пока нереально. Пападакис и Сизерон настоящие мастера. А наши ведущие пары в оптимальной форме мы еще не видели, сказал Овсяников. Российская фигуристка Тиффани Загорский, выступающая в танцах на льду в дуэте с Джонатаном Гурейра, ответила в Инстаграме на вопросы подписчиков. В октябре из-за болезни Загорский, пара снялась с сетапов серии Гран-при. Отвечая на вопросы, фигуристка сказала, что чувствует себя лучше, а еще хорошая новость для всех нас в том, что ребята все же планируют выступить на чемпионате России. В завершение выпуска еще немного позитива. Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, которая стала третьей на этапе Гран-при в Турине, обратилась к россиянке Ане Щербаковой, которая выиграла этап. Ты потрясающий человек, желаю тебе всего наилучшего в оставшейся части сезона, ты заслуживаешь этого. Спасибо за прекрасные памятные моменты этого уикенда, написала Хендрикс в комментариях в инстаграме Щербаковой. Спасибо, тебе тоже желаю всего наилучшего на предстоящих соревнованиях, ответила Щербакова. А я говорю спасибо всем зрителям за то, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках, и высказывайте свое мнение в комментариях. До новых встреч.